добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святого мы говорим о учении иисуса на эту тему евангелие от иоанна 14 глава 15 17 стихи если любите меня соблюдите мои заповеди я умолю отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек духа истины которого мир не может принять потому что не видит его и не знает его а вы знаете его ибо он с вами пребывает и в вас будет и здесь мы также видим что первое условие о котором говорит иисус для того чтобы дух святой пришел в нашу жизнь нам нужно любить христа нам нужно полюбить его всем нашим сердцем то есть мы с вами должны быть теми людьми которые которых можно назвать исполнителями великой заповеди возлюби господа бога твоего всем сердцем всем разумом и всей силой тогда это станет возможным смотрите соблюдайте заповеди мои он не говорит что мы должны быть теми людьми которые исполнили заповеди я однажды беседовал с одним хорошим служителем моим другом который сказал я верю что бог крестит духом святым но он крестит особых людей которые являются святыми у которых есть набор уже выполнены заповеди как минимум каких-то самых крупных но но иисус учит нас другому он говорит соблюдайте другими словами иисус говорит что он дает духа святого тем кто исполняет тот кто находится в процессе тот кто прилагает старания для того чтобы заповеди были выполнены а не тем кого можно назвать человеком совершенным еще одна важная вещь и мне нравится то что говорит здесь христос он говорит о том что он умолит отца и отец даст нам духа святого который прибудет с нами вовек речь идет о том что бог дает нам духа святого не на пять минут не для выполнения какой-то конкретной миссии не для того чтобы что-то поменять и исчезнуть он дает нам свое присутствие навсегда и обещает что он никогда нас не оставит невзирая на наши ошибки проблемы и даже когда мы падаем он всегда остается они не 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 Продолжение следует...